Книга «Открытым оком», тема работы, 3 том, вопрос 1166. «Если человек верующий, то может ли он быть судьей в суде?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Теоретически, да. И это было бы во всех отношениях положительным явлением. Притом судья должен быть глубоко верующим и много молиться, обладать проницательностью и великой мудростью, почти как Соломон. Судья должен быть беспощадным к лжесвидетелям и тут же в зале их арестовывать. Судейская должность – страшная опасность, ежедневность смертельной, угрозой для его жизни. Если он будет поступать поистине и справедливо, а не так, как сегодняшние судьи, которые почти все уже не один раз выносили неверные решения. Они очень похожи на наших батюшек. Не накладывающих епитимии за истинные преступления. Сирахова, 7-6. «Не домогайся сделаться судьей, чтобы не оказаться тебе бессильным, сокрушить неправду, чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою». Сафонии 3-3. «Князья его посреди него – рыкающие львы, судьи его – вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. О, если бы все судьи были верующие, думая, что на должность судей надо готовить почти с пеленок, и чтобы они получали физическое, религиозное и нравственное обучение по высочайшему уровню и были похожи на несмертельного голована у лескового НС, никогда не бравшего взяток». Субтитры подогнал «Симон»